Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественном мероприятии, посвященном пятилетию со дня открытия Центра обработки вызовов в Твери. Глава региона ознакомился с мощностями Центра, поздравил специалистов учреждения и наградил сотрудников, демонстрирующих высокие показатели в службе. Никита Васильев продолжит тему. Здравствуйте, служба 112 Тверской области, оператор 39. Вам необходимо вызвать скорую? Да, конечно, говорите адрес, куда вы вызываете скорую медицинскую помощь. И таких звонков ведущий специалист Центра 112 Анна Чалова за смену принимает до 400. Больше всего обращений связано с вызовом скорой медицинской помощи, полиции и аварийных служб ЖКХ. Алгоритм действий диспетчера отработан до мелочей, однако каждому звонящему нужен индивидуальный подход. Зачастую люди находятся в стрессовом состоянии, и оператору Центра 112 приходится применять навыки, в том числе психолога. Человека, во-первых, надо успокоить по телефону, поддержать его и помочь, и выяснить непосредственно место расположения, где произошло место происшествия, чтобы непосредственно в экстренной ситуации уже службы выехали, когда непосредственно уже человека начинаешь опрашивать. И в то время, когда уточняешь какие-то моменты у человека, то, естественно, в это время уже службы реагирования едут на место происшествия. Вместе с Анной в учреждении работают 87 человек. Только за прошлый год сотрудники Центра приняли свыше одного миллиона вызовов. Это более 2700 звонков в сутки по два вызова каждую минуту. Также совершено 356 тысяч обратных звонков, принято и обработано свыше 9 тысяч смс-сообщений. Помимо скорой помощи по номеру 112 можно вызвать пожарную охрану, полицию, аварийные службы. Центр также взаимодействует с шестью соседними субъектами – Московской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Смоленской областями. Организован обмен информацией с Тверским дорожным фондом. На любой пожар бывает не только одна пожарная машина. Тут же надо и отключить и газ, и свет, и спасатели. Вдруг это зарешоченный этаж, нужно вскрыть дверь. Вот буквально на днях спасатели открывали дверь, спасли женщину, которая находилась в дыму, и передали здравие, скорой помощи. С пятилетним юбилеем работы Центра его сотрудников поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона отметил, что сотрудники Центра находятся на ответственном участке работы. Вы костяк МЧС, ведь все начинается с вызова, люди звонят вам в трудной ситуации. И очень важно, что на обратной связи находятся специалисты, которые демонстрируют высокую стрессоустойчивость и компетентность, подчеркнул губернатор. Глава региона ознакомился с работой Центра и наградил особо отличившихся сотрудников. Также в этот день Игорь Руденя знакомился с работой службы 122, которая расположена в здании Центра обработки вызовов. По поручению главы региона в связи с непростой эпидемиологической ситуацией и востребованностью среди жителей, горячая линия 122 усилена специалистами. Сегодня в работе задействованы в том числе студенты Тверского государственного медицинского университета. Обратившись на 122, жители региона могут получить справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, записаться на прием в Центре амбулаторной помощи и на вакцинацию, а также вызвать врача на дом, оформить дистанционно-больничный лист.